Всем привет, друзья! Мы снова в Surviving Mars и продолжаем выживать. Ну что ж, давайте вспомним, что у нас тут происходит. Мы разнесли к чертовой матери эту корпорацию, вроде не осталось никого в живых, мы теперь можем отремонтировать кучу самоходов и, собственно, взять их под свой контроль. Но я не знаю, нападет ли на нас кто-то еще, но мы на всякий случай это обязательно с вами сделаем. Ну и давайте, наверное, закажем, конечно же, ракету с земли, потому что мы помним, что нам эти сволочи разнесли все наши разведчики, самоходы и так далее. Это, конечно, печальная новость, поэтому по одной машинке я возьму. К сожалению, мы потратим все деньги, но уж что поделать, эти машины нам точно сейчас пригодятся. Ну и немного про исследование. Давайте тоже глянем, что у нас тут происходит. Мы изучаем с вами чудо марсианской науки, которая, мне кажется, достаточно интересная фиговина. Она нам позволит добывать металлы, редкие металлы и шлак. Нагревая при этом окружающую среду и не отвлекаться на поиски месторождения. При этом у нас уже открылась автоматически вот такая вот хрень, которая нам позволяет бесконечно добывать бетон. Ну что ж, это и все интересненько и круто, конечно. Но ладно, пусть пока будет так. Далее у нас голографическое сканирование. Мы хотим все-таки открыть последние технологии. Ну и что-нибудь мы здесь, наверное, возьмем. Я пока не очень уверен конкретно, что мы будем брать, но что-нибудь точно попробуем, но об этом чуть позже. Теперь-то с вами у нас есть полноценная возможность наконец-то строить мегакупол. Я думаю, что мегакупол мы построим уже с вами где-то здесь, снизу. Давайте просто его пока что наметим. Вот нам предлагают, да, в чудах построить экскаватор. Это все круто, конечно. Я очень хочу сделать чудо марсианской науки, но обо всем по порядку. Итак, мегакупол. Вот он наш родимый. Что у нас здесь? Здесь мы не собрали, черт возьми, эту всю шляпу, которая нам построиться не дает. Но хотя мы можем построиться вот здесь. Давайте посмотрим, что у нас по месторождениям. Богатое месторождение полторы тысячи, еще 1800, ну и здесь чуть-чуть. Но в принципе неплохо, мы можем с вами мегакупол, конечно, наметить где-то вот здесь в идеале. Хрен с ним с этим бетоном, потому что здесь хотелось бы построить саудронами, ну и так далее. Соответственно, все ресурсы будем подводить уже отсюда. У нас, кстати, с вами беда по идее. У нас беда по идее, и сейчас этот вопрос мы будем с вами как-то разруливать. Но я тут глянул, в принципе, у нас в ближайшее время сейчас добудется какое-то количество. Я предлагаю немножечко оценить ситуацию. Вот на этой ферме нет, к сожалению. Вот на этой сейчас произведется 54 единицы тоже. Я предлагаю оценить ситуацию, не торопиться, а посмотреть, как мы расходуем еду, собственно, ну и понять, соответственно, нужно ли нам что-то строить еще с вами. Ну, еще одна мысль меня посетила. Я думаю, нам пора добывать бетон. Теперь у нас спокойные времена. Я надеюсь, что сейчас никто не будет нас бомбить, мешать нам жить. Поэтому построим мы бетонный экстрактор. Не забудем, конечно, провести к нему кабель. Я думаю, что сейчас с электричеством никаких проблем у нас не будет. Поставим вот так. Да, я знаю, что рядом с куполом. Да, я понимаю, что, в принципе, не очень это хорошо. Но, к сожалению, вариантов у нас не так много. Я бы, наверное, еще один сразу бы запилил. Давайте, наверное, где-нибудь здесь его поставим. Пускай добывается бетон. Чудо марсианской науки просто требует очень много бетона, к сожалению. И ничего с этим поделать не получится. Поэтому пусть он потихонечку добывается. Слушайте, ребят, расскажите-ка мне такую историю. У меня тут отвалилось почему-то стерео. Я не смог записать игру под звуком стерео в программке. Вот. Изменилось ли что-то? Потому что пишу я сейчас в моно. Надеюсь, что так же комфортно смотреть. Потому что не хотелось бы, чтобы это звучало убого. Вы обязательно мне там расскажите. Плюс я еще думаю, как насчет такой штуки, чтобы поиграть какой-нибудь, может быть, экшен с вами. Или что-нибудь такое. Попробовать. Потому что мы с вами пока что постоянно играем в стратегии. Вот. Хотелось бы услышать мнение. Ну и, собственно, исходя из него, сделать какие-то выводы. Да, наверное, нам все-таки придется загрузить немножко дронов. И, в общем, подраскидать сюда куда-нибудь свалочки. Потому что накопилось здесь уже шлака. Очень много везде. Вот здесь недостаем, да? Окей, тогда снесем. Соберем мы пока этот шлак. Плюс сейчас бетонные экстракторы появятся. Просто там у нас еще наши металлоэкстракторы. И редкие металлы. И просто металлы. В общем, вся эта лобуда. Иначе перестанет работать рано или поздно. Надо, конечно, нам, наверное, изучать с вами технологию по переработке нашего замечательного шлака в бетончик. Опачки. Это что такое было? Опачки. А, это мы от метеорита отбиваемся. Все хорошо. Я думал, кто-то опять на нас напал. Так вот. Давайте, наверное, заценим ситуацию. Сколько бы нам это стоило? Где это находится? 18 тысяч. Слушайте, давайте нахрен эти биотехнологии. Я думаю, что мы, наверное, изучим вот эту вот штуку. Будем бетон теперь производить. Я просто не очень понимаю, как это происходит. Здесь не написано, появится ли какая-то постройка или что-то еще. Ну, в общем, будем разбираться по ходу. Поставим следующее на изучение. Ну, и потом уже попробуем. Ну, я смотрю, на самом деле, что по идее, в принципе, все более-менее. Но меня не очень устраивает. Что я думаю сделать? Я думаю, построить какой-нибудь маленький купол прямо по соседству с этим нашим средним. Может быть, даже попробовать треугольный. Но что-то я вам честно скажу, он ни хрена не маленький. Вот такой вот купол. Соединить его с помощью перехода. Ну, и, собственно, радоваться жизни. Где-то, может быть, вот здесь. Так, что у нас тут? Достаем? Достаем. Это замечательно. Давайте построим. Давайте построим. Не будем себе в этом отказывать. Почему бы нет? Как-то вот так мы, наверное, его сделаем. Давайте вот так сделаем. Да, здесь рядом металлоэкстрактор. Я знаю, он будет пылить. Ну, что поделать. Построим мы, в общем, его. Металл и бетон. Пока что с металлом проблемы у нас нет. И теперь мы его добываем. Даже в двух местах. А это замечательно. Теперь бетон, точнее, металл добывается самостоятельно. Нам не нужны люди. Это тоже хорошо. Бетончик тоже сейчас будет. Какое-то количество. Ну и плюс технологию мы изучим. Поэтому не сильно мы, в общем, потратимся на это дело. И я подумываю, на самом деле, все-таки включить вот эту вот хрень. Наверное, произвести какое-то количество роботов. Давайте раз, два, три, четыре. Да, давайте десять. Захреначим. Десять электроники потратим. У нас электроника теперь в плюс идет. Наш заводик теперь работает замечательно в три смены. Семь и три единицы за сол он производит. Конечно, мы тратим вот эти редкие металлы. Ну, ничего страшного. Можем себе позволить. Потому что внизу еще их там дохрена. Плюс наше чудо марсианской науки нам позволит их добывать просто бесконечно. Ну вот она. Вот она наша ракета с нашими замечательными самоходами. Мы ее посадим, конечно же, на посадочную площадку. Сейчас выгрузим наши машинки и поедем что-нибудь там с ними делать. Там у нас есть все, что необходимо. Не знаю, разведчик нам насколько, конечно, нужен. Ну ладно, хрен с ним. Раз уж приехал, так приехал. Вот он самоход. Дроны что-то там поехали пока что делать. Сканирован какой-то сектор. Осталось всего два. Кстати, мы пройдем скоро очередную веку. Давай разведчик нам разведует последнюю штукенцию вот эту. Так, кто у нас там еще? Ты. Ты у нас поедешь, наверное, все-таки собери своих дронов в кучу. Блин, ни хрена себе тут дронов у него. Можно будет у него украсть каких-нибудь. А где наш грузовик? Или я не заказал грузовик? Вообще должен был заказать. Опачки. Опачки, что за такое? А, нет, все нормально. Это просто построился новый купол. Я уж испугался. Слушайте, а что я пропустил? Я что, не заказал? Нет, вот он, заказал. Не пугайте меня так. Итак, что мы сделаем? Мы с вами займемся следующим. Мы сейчас его пришлем сюда. Вот эту всю дрянь мы соберем. Освободим здесь место. Наметим купол. Ну и, собственно, начнем потихонечку это дело строить. Я хочу проверить, как работают наши замечательные шаттлы. Мне, в принципе, более-менее стало понятно, как надо это осуществлять. Поэтому будем пробовать. Ну а здесь мы с вами соединим тогда наш замечательный купол. Где он у нас тут? Вот эта хрень. Вот здесь как раз остается местечко. Вот так это будет выглядеть. Не знаю, будем ли мы здесь делать переход или нет. Пока что мне не ясно. Я думаю, что пока нет. И можно, наверное, добавить один модуль как минимум здесь. Плюс там ребятки скоро потрудятся, сделают еще девять. Мы их куда-нибудь подраспределим, потому что новое СУ у нас тоже появится. И роботы нам тоже будут нужны. И вот очередная загвоздка. У нас появилась проблема с водой небольшая. Я предлагаю, наверное, наши вот эти хрени изучить, улучшить. Плюс к производительности минус энергия. Ничего страшного. У нас энергия никаких проблем. Две штучки пока что мы улучшим. Посмотрим на результат и уже сделаем вывод. Ракета максимально быстро загружена и отправляется обратно на землю продавать редкие металлы. Ну а мы с вами смотрим, что у нас тут происходит. Что-то пока ничего особо не происходит. Я думаю, что мы с вами начнем строительство фермы в этом куполе. Это точно, потому что с едой все-таки ситуация не очень хорошая. Я уверен, что еще одна ферма эту ситуацию нравится навсегда разрулит. Ну что ж, вот она. Мы будем ее строить, конечно же, где-то здесь. Водичка у нас тут появится. Работнички хоть какие-то здесь тоже есть. Я пока не буду ничего больше здесь строить. Почему? Потому что непонятно, что нам нужно. Вроде есть как бы и вакансии. При этом есть как бы и безработные. В этом куполе я посмотрел, что есть аж целых в поисках работы 21 человек. Пускай эти люди направляются работать в том числе на ферму. Не знаю, я буду ли я делать здесь вторую. Но, по крайней мере, треугольного купола у нас с вами не было. Поэтому пусть он будет, черт возьми. Ну все, шикарно. Ферма готова. Я думаю, что мы можем задать здесь что-нибудь нормальное. Но здесь у нас что-то стоит пшеница. Нет, нахрен пшеницу. Давайте картофель или с чего начать-то. Давайте соевые бобы. Они повысят немножко землю. Один картофель и одни соевые бобы. То есть вот таким вот способом все-таки мы будем повышать качество почвы. Но в итоге получать периодический минус. Ну и картофель дает все-таки побольше еды. Ну, короче, как-то вот так. Все, здесь вроде все заработало. Это хорошо. Будем смотреть на развитие событий. Людей, как бы, в принципе, становится больше. Вот было только что 220. Сейчас, видно, один отъехал в мир иной. Потому что, наверное, старый, скорее всего. Ну, в общем, все вроде нормально. Все хорошо. С водичкой мы вроде более-менее тоже разбираемся. Я улучшил еще один акваэкстрактор. Кстати, мы можем топливо в него закидывать. Но нам тогда придется еще топливные заводы ставить. Пока не очень я хочу этим заниматься. В баках вода есть. Голодающие колонисты. Ну, понятно, как всегда, просто, наверное, что-то не завезли. Сейчас обязательно завезут. Наверное, пора дронов немножко все-таки увеличить количество. Мы вот здесь можем двоих развернуть еще. Здесь уже 25 штук. Давайте посмотрим, в каком куполе. В этом. Все правильно, я развернул. Я надеюсь, что сейчас еда будет потихонечку подъезжать. Или не будет. А, вот оно что, слушайте. Хотя шаттлы, в принципе, балансируют эту всю ситуацию. Кстати, по поводу шаттлов. Давайте-ка дроном поможем. Давайте создадим два шаттла. Шесть электроники потратим. Немножко полимеров. Пусть они как-то, в общем, поэффективнее все это дело делают. Я тут между делом, наверное, покатаюсь. Немножечко подремонтирую этих господ, которые нас пытались замочить. Заберем их под свой контроль. Мало ли что. Мы тут, кстати, изучили. Смотрите-ка, наше замечательное чудо марсианской науки. Это круто. Ну что ж, давайте инженерию изучать. Инженерию изучать. И что вот здесь у нас есть? Новая постройка-выпариватель. Блин, как так? Почему он в самом конце только этот чертов-выпариватель? Я даже не знаю. Я, честно, вообще теряюсь. Что сделать? Наверное, что-то с шаттлами надо делать. Потому что вот скорость шаттлов давайте увеличим. Это что делает? Грузоподъемность шаттлов увеличена на 3 единицы. Но это дороговато для нас пока что. Давайте чуть попозже об этом. Ну что, давайте, наверное, вот так оставим. Будем смотреть ближе к делу. По крайней мере, инженерия вот эта хрень нам точно нужна. А потом будем действовать по ситуации. Я тут обнаружил, что разведчик максимально туп. Честно, я не знаю, что с ним происходит. И он почему-то до сих пор не изучил нам аномалию. Я сейчас попытаюсь его как-то вручную, в общем, туда-сюда провести. Потому что он фигней мается. А у нас тут тем временем появилось два дополнительных вот этих вот самохода. Которые умеют хреначить все и вся. Так что мы их вот сюда вот подведем все. Не знаю, насколько нам это, конечно, нужно. Ну а сами отправимся куда-нибудь вот сюда, наверное. Отремонтируем еще и вот этот с вами. Где-то здесь еще второй есть. Да, вот он, третий. Или что это такое? Нет, это куча металла просто. Вот, но тем временем я немножечко здесь подсобрал ресурсов. И теперь нам ничего не мешает здесь немножечко с вами задуматься о мегакупле. Но, подождите-ка. Что здесь творится? У нас здесь проблемы с вами. Действительно, проблемы у нас с едой. Но в скором времени будет 72 единицы. Надо чуть-чуть подождать. Чуть-чуть подождать буквально. И все станет хорошо. Плюс мы запустили новую ферму. На которой уже тоже ребята работают. Это отлично. Блин, ну ладно, ребят, потерпите чуть-чуть. Я понимаю, что не очень это хорошо. У нас уже 222. Люди потихонечку размножаются. Ну, а мы вернемся с вами к проектированию. Итак, что мы знаем? Мы знаем, что здесь у нас будет мегакупол. Получается, я думаю, что нам понадобится как минимум 2 ЦУ. Если мегакупол у нас будет с вами вот тут. Где он у нас? Вот он. Будет он у нас вот тут. Черт возьми, с этими голодающими колонистами отстаньте вы. Давайте представим, пока что выключим. То есть нам нужно также 2 ЦУ. Почему 2? Потому что одна будет вот здесь. Так как провода пойдут отсюда. И это дело тоже нужно контролировать. То есть получается где-то тут. Да, по моим подсчетам. Ну, наверное, даже вот так как-то можно оставить. Допустим. Допустим. Хорошо. Еще одно ЦУ я построю где-то вот здесь. То есть вот они пересекаются. Получается, что в пересечении этих ЦУ я могу сделать склады. Блин, а вот туда мы не достаем, да? Ну-ка, если где-то здесь. Блин, как-то так вот. Вот как-то вроде нормально. Но вот так, кстати, будет неплохо. Вот так мне нравится. Наверное, ближе только к куполу. И чуть-чуть сюда. Потому что там нужно хотя бы зацепить. Вот так. Слушайте, ну вот так нормально. Давайте пока что зафиксировали. Сейчас мы подумаем про расположение складов. Но сначала я хочу разобраться с едой. Слушайте, я, наверное, не буду рисковать. Нам понадобится еще как минимум одна ферма. Я, может быть, даже думаю про гидропонную ферму. Как вариант, может быть, даже не одну можно сделать. Пускай-ка эта хрень где-то здесь будет. Давайте три построим. Что-то я очень боюсь. Ладно, потом, если что, снесем. Полимер и металл у нас точно найдется. Можно не запариваться. Здесь же мы достаем. Все нормально здесь. Все хорошо. Пусть потихонечку строятся новые фермы. Сейчас у нас уже будет вот-вот еда где-то здесь. Да, вот тут. И здесь, по-моему, тоже. Да мы поняли, 55 человек голодают. Отстаньте, пожалуйста. Достала она меня. Вот, здесь сейчас будет 50 единиц. Мы поняли, мы поняли. Ладно, все, можно не нажимать. Ничего не изменится. Вот, ну и продолжаем проектировать тогда. Не вижу я смысла запариваться. Мы ничего не изменим, кроме того, как просто будем ожидать. Так, склады у нас должны где-то здесь находиться, получается. Я думаю, что я сейчас их начну потихонечку накидывать. Ну, вот такая вот хрень у меня получилась. Не супер тут красиво ровно. Хотел покрасивее, но не вышло. Ладно, ничего страшного. Все, теперь это здесь в месте пересечения. Все здесь будет работать отлично. Это хорошо. Возможно, мы здесь с и ушатлами еще воткнем. Но для начала нам нужно будет сюда провести энергию. Да, то есть получается, что мы будем брать ее отсюда. Насколько я понимаю, эта хрень не дает нам энергию. Да, тоннели соединяются электросети и системы жизнеобеспечения. Все правильно. Значит, мы можем с вами это все дело как-то завернуть. Только почему-то... Нет, нет, все нормально. Давайте, наверное, так и пойдем. Потихонечку будем двигаться вот сюда. Кривовато выходит, да? Ладно, давайте-ка сейчас я откорректирую. Ну, наконец-то тут еда появилась. В общем, я тут просто решил проверить, как дела обстоят. Построились еще фермы. Появилась еда на ферме основной. Все замечательно. Скоро обойдет урожай. Ну, я здесь провод, в принципе, провел. Ну что ж, тут все готово. Остается только начать это все дело строить. Но для этого нам, конечно же, понадобятся с вами какие-никакие ресурсы, черт возьми. Я думаю, что я что-то здесь соберу. Что-то привезу. Я уверен, что наши шаттлы нам должны в этом помочь. Я как раз хочу эту ситуацию затестировать. Сейчас мы отправим сюда наших друзей хороших. Ну, и на них мы, собственно, это дело проверим. И смотрите, какая хрень. Мы тут достигнули очередной вехи. Все. Остается теперь нам достигать всякую вот эту вот хрень, которой мы и будем заниматься. 500, 1000 человек, купол, супер купол, мега купол, чудо марсианской науки и 40 рабочих мастерских. В общем, нам понятно следующие цели. Скоро займемся. И, наконец-то, этот тупорылый разведчик доехал. Тоже замечательно. Давайте посмотрим, что он нам открыл. Что это такое у нас? Новая постройка художественная мастерская. Здание, которое позволяет поселенцам заниматься искусствами, приближает к вехе мастерская, расходует полимеры. Такая вот штукенция. Замечательно, хорошо. Что ж, мы вас услышали. Будем двигаться к мастерской чуть позже. Ну, и давайте теперь затестим. Вот он, наш молодой человек. Собственно, мы его выгружаем. И хотим что-то теперь построить. Значит, здесь у нас есть дроны. Если я правильно понимаю, то наши шаттлы теперь должны отвезти недостающиеся ресурсы туда. Давайте смотреть. Вот они, собственно, вылетели пачкой. И, о чудо, они полетели. Это хорошо. Это просто охренительно. Сейчас они привезут ресурсы. И наши ребята начнут, собственно, строить. Значит, это действительно все работает. Охренительная просто штука. Все, я теперь понял. Вот они, шаттлы наши, летают и сюда привозят всю эту хренотень. Замечательно. Сейчас построим мы ЦУ дронами. Соответственно, здесь провод уже будет в безопасности. После чего займемся постройкой здесь. И я думаю, все у нас станет хорошо. Замечательная новость. Здесь все готово. Теперь нам осталось только построить второе ЦУ и работа пойдет уже сама собой. Почему-то говорят нам, что здесь нет электричества. Я правильно понимаю? Правильно понимаю, да? Хорошо. А что мы можем тогда сейчас сделать здесь? Блин, мы можем только ни хрена здесь не сделать, да? То есть нам нужно в любом случае как-то подвести электричество, иначе эти козлы не начнут работать. Давайте, по крайней мере, здесь что-нибудь наметим. Проведем как-то так. Блин, здесь прямо через воду, да? Что-то не дело. Что-то не дело, короче. Так, как сделать-то? Ну, давайте здесь что-нибудь протянем. Бетончик, да? Здесь тоже будет такая себе штука. Хорошо. Давайте тогда чуть-чуть вот сюда сместим. Сейчас паузу поставим, чтобы они не построили ни хрена. Ну и прямо вот так около складов это дело все пустим. Здесь у нас появился лишний кусок кабеля. Давайте его уберем. Тратить лишние ресурсы нам ни к чему. Убирайся. Понятно, не лишний убрался, но ничего страшного. Ладно, сейчас мы это дело подзакинем. Вот, ну и что-то нужно здесь теперь придумывать. Надо здесь кабель построить. Сейчас будем с нашими дронами самостоятельно это все делать. Слушайте, ну в принципе понятно на самом деле. Если тупить как я, то ничего никогда не получится. Наверное, с этой стороны-то тоже стоит кабелем как-то это все дело соединить, да? Тогда это все заработает. Давайте, собственно, так и сделаем. У нас тут есть какие-то дроны вроде на ЦУ. Да, сейчас они нам это дело все запилят, и у нас пойдет все прям как по маслу. Ну, наконец-то, наконец-то все заработало. Голодающие колонисты, черт их дери, где вы там опять? Здесь козлы вы такие. Ну, сейчас у вас будет еда, потом картофель будем выращивать. Ничего страшного, наверное, должны все-таки справиться. Как тут у нас дела обстоят? Слушайте, ну по крайней мере, меньше безработных стало. Люди нашли себе работу. Им есть чем заняться. Здесь мы потихонечку выращиваем тоже и картофель в том числе. В общем, все должно пойти нормально. Окей, с этим все ясно. Давайте нашего разведчика, наверное, сюда приведем. Я сюда, кстати, направил на всякий случай пару экспериментальных аппаратов для того, чтобы они защищали наши постройки. Одного сюда, одного сюда. Возможно, пришлю потом еще одного. Ну и сейчас нам нужно с вами достроить наш ЦУ. Где он тут? Вот он тут. Давайте дронов высаживаем, достраиваем ЦУ, собственно. Ну и приступаем потихонечку к строительству купола. Так, друзья, мы с едой, короче, косяки. Косяки с едой. Я принимаю решение, наверное, еще одну ферму здесь воткнуть. Потому что что-то мне это дело вообще не нравится, если честно, как обстоят дела. Поэтому пускай ферма еще одна будет. 93 уже голодающих человека. 2 единицы еды остается. И какая-то бомбардировка. Но это, в принципе, не очень страшно, потому что у нас есть защитнички в виде машинок, защитнички в виде пушек. Сейчас машину я одну вот сюда вот перевезу. Здесь она будет оборонять, в общем, все это дело. Ну и надеюсь, что с голодовкой мы тоже скоро справимся. Очень я опасаюсь того, что наши колонисты из-за этого голодания захотят свалить. Очень бы не хотелось бы такой ситуации, конечно. И очень я рассчитываю на то, что мы все-таки что-нибудь вырастим. Ну вот мы, собственно, что-то вырастили. 55 единиц. Конечно, это не до хрена. Но, тем не менее, когда здесь-то вырастет? Ну вот сейчас вырастет 30 почти. Ни хрена это немного, если честно. Не то, что бы хотелось бы. Есть у меня задумка все-таки привезти, наверное, какой-то еды немножко с земли. Потому что... Ну, я чувствую, что проблемы у нас. У нас действительно проблемы. Давайте пищу привезем. Давайте полтинник возьмем пищи, наверное. Ну и заодно мы редкие металлы продадим. Почему бы нет? Блин, давайте сначала я гляну, что у нас там вообще по остальным ресурсам. Но, в принципе, все более-менее. Наверное, еще электроники я возьму. По классике, да? Чтобы не скучали. Давайте возьмем электроники и пищи. Блин, что-то много, да? Наверное, много. 40. Вот так вот. Вот так вот. 50 пищи. Все, запускаем ракету. В любом случае, нам нужно продавать с вами редкие металлы. Их уже накопилось 77 единиц. Вот. Ну и, собственно, потом какую-то технологию изучать по поводу улучшения производительности фабрик. Но я вижу, что спад идет голодающих колонистов. Это хорошо. Высокая загруженность дронов. Да, с этим согласен. Не могу не согласиться. Нам нужно увеличивать производство электроники. На самом деле, это такой вопрос насущный. Как с этим бороться, я пока не понял. Возможно, стоит сделать еще один купол здесь. Соединить его с каким-нибудь из тех, что есть. И, собственно, в нем уже производить максимально много электроники. В том числе, возможно, его подзаселить. Блин, пока что не знаю. Я, честно, не знаю. Если есть какие-то идеи, подсказывайте. Может быть, что-то придумаем вместе. Потому что что-то слишком много задач сейчас стало. Я даже немножко потерялся на время. Сейчас еще нас будет бомбить метеориты. Надеюсь, что не жестко это все будет. Плюс там мы ожидаем, конечно же, аномалии. Вот, кстати, какая-то аномалия у нас появилась. Замечательно. Разведчик пойдет ее пока что разведает. А мы посмотрим, что у нас тут происходит. А у нас остаются последние накормленные люди. И, собственно, вот сейчас буквально мы их накормим. Это замечательно. Мы приступаем к строительству мегакупола. Я, собственно, даю старт строительству. Здесь есть какие-то металлы. Плюс моя машинка наша, самосвал, помогает это все дело собирать. Металлы здесь уже, в принципе, дохренища. Бетон сейчас подгонит шаттлы. Скорее всего, здесь нужно будет построить еще одну ЦУ шаттлами. Не помню я, сколько оно стоит. Давайте-ка смотреть. 10 электроники. Ну, электронику мы вроде привезем, да? Ну, еще расход будет. Блин, ну ладно, хрен с ним. Вот у нас разжижение шлака. Так, давайте смотреть. По шаттлам увеличивается скорость. Это хорошо. Все-таки давайте с фабриками немножко поиграемся. Увеличивает эффективность работы на 20%. Улучшение фабрик и заводов. Вот, наверное, вот это нам точно нужно. Плюс здесь что-то было еще. Поднимает производительность на 25, но одновременно увеличивает потребление энергии на 20. Хорошо, заказываем. Плюс у нас, наверное, что-то нужно по энергии уже более интересненькое придумывать. Не знаю, возможно, что-то такое. Вот это что такое? Потребление воды в куполах снижается на 50%. Угу. Вот это, кстати, интересно. Это интересно. Но мы подумаем. Мы подумаем. Давайте, наверное, пока что оставим вот такую вот хрень. Или все-таки эту засунуть. Давайте вот так сделаем. То ли я вообще засунул. Нет, не то, слушайте, не то. Я хотел вот эту нам нужно засунуть сюда. Да, вот так вот мы сделаем. Ну и будем продолжать, наверное, строительство и ожидать изучения. Слушайте, друзья мои, короче, какая-то жесть. Короче, какая-то жесть. У нас 131 голодающий. Это очень печально. Это охренеть как печально. Пракета еще не приехала. В принципе, 34 еды есть. Я думаю, что это связано с загруженностью дронов. И на самом деле, скорее всего, это так. Я рассчитываю, что все-таки они сейчас соберутся с мыслями и привезут еду людям. Потому что иначе мы тут всех, чертовой матери, сдохнем. Наконец-то до нас добралась ракета с едой. Но как бы мы вроде еды-то подсобрали. Но при этом еще колонистов много голодает. Но дроны просто не справляются сейчас, к сожалению, с задачами. Но ничего страшного. Я надеюсь, что мы это все подразрулим. Электронику мы тоже привезли. Шаттлы, кстати, загружены тоже максимально. Скоро ожидаем бомбежку. И уже осталось только 64 человека, которые не поели. Блин, да, сложная такая у нас серия. Получилась с вами в целом. Получается пока что. Потому что с едой как-то разобраться мы особо не можем. Очень странненько, конечно. Ну что поделать, что поделать. Такое бывает. Давайте сейчас еще попробуем это дело, конечно же, разрулить. Я тут обнаружил вот что. Наверное, нам стоит сейчас отказаться вот от этого. Есть вот такая вот хрень. Улучшение обычных гидропонных и грибных. Ферм автоматизация. Для обслуживания теперь требуется меньше работников. И есть еще вот это. Можно открывать новые культуры и растения для гидропонных и обычных ферм. Поднять урожайность. Я думаю, что мы вот эту хрень с вами запилим. Потому что сейчас нужно нам поднимать урожайность. Это сейчас важно. Не знаю насчет вот этой. Я, наверное, пока не буду этого делать. Как раз нам необходимо вот здесь что-то открыть. Еще то, что мы не знаем. Ну и мы собирались все-таки пойти вот этим путем. Давайте, наверное, вот так вот и сделаем. Что-то еще с шаттлами было. Вот увеличено на 3 грузоподъемность. И ЦУ шаттлами увеличено на 4. Но здесь достаточно много очков науки. Давайте пока вот так оставим. Я думаю, что этого должно нам быть достаточно. Ну и слава богу, нас пронесло. Наши метеориты падают в излюбленном для нас месте. Вот здесь вот сверху. Это хорошо. И мы теперь имеем проблему с полимером. С полимером проблема по той причине, что нам нужно дохренища полимеров для того, чтобы сволочь такую построить наш мега-купол. Но, к сожалению, пока что мы не можем, наверное, себе позволить привезти. Хотя, в принципе, можно попробовать. Давайте посмотрим, сколько стоят полимеры. Нам бы еще привезти, конечно же, электроники. Но это такое, близко к нереальному задачу. Но, слушайте, каких-то 20 единиц это полная фигня. Наверное, нам стоит занять нашего молодого человека, поискать здесь везде полимеры. Потому что я точно их здесь видел. Ну вот, например, одна единица. Что это такое? Не собираешь? Нет, собираешь. Ну, в общем, будем ездить по поверхности, собирать пока что полимеры хоть какое-то количество. Потому что ничего другого я предложить просто-напросто не могу. Ракету можно отправить. Это замечательно. Давайте, собственно, это и сделаем. Она полетела обратно на землю. Мы пока что пытаемся понять, что нам делать с полимерами. Потому что они исчезают прямо на глазах. Единственное, что мне приходит в голову, это сделать вот так. Но я что-то не уверен, что она схватит на все на это работников. Кстати, людей в куполах становится уже слишком много. 63 из 56. То есть им просто негде жить вообще. Я поэтому думаю, что нам нужно принимать какие-то, собственно, меры. Давайте, наверное, пока что остановим строительство этого купола. Потому что иначе мы сейчас очень дико просядем. И, наверное, нам нужно построить купол где-то здесь, чтобы сделать в нем какое-то жилье. Черт его возьми. Где нам его построить, мне пока не очень понятно. Как нам это все дело соединять, тоже я вообще не врубаюсь. Но хотя можно, в принципе, было бы где-то здесь. Но здесь уже переход есть. Черт его возьми. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Ну и придумал я единственное что. Это как снести вот это к чертовой матери вот этот фонтан. Ничего страшного. Подрастроятся они, конечно, но уж извините. Давайте базовый купол здесь запилим. Я думаю, что по поводу питона я париться больше не буду вообще. Потому что, как бы, зачем нам париться про это? Ну и нам понадобится здесь однозначно какой-никакой переход. Давайте его здесь тоже построим. Ну и, собственно, будем ждать строительства нашего купола. Не так много полимеров, всего лишь 10. Какое-то жилье мы для людей здесь уже сделаем. Ну и исследование завершено. Это марсианская аэродинамика или какая-то там такая хрень. Давайте посмотрим, что я вообще изучал. Я забыл. А, это у нас было связано с шаттлами. Да, марсианская аэродинамика. Все верно. Скорость шаттлов увеличивается на 33%. Ну что ж, это замечательно. Шаттлы теперь начнут максимально быстро у нас кататься. Ну и я думаю, ребят, что на самом деле на этом мы серию завершим. Она была достаточно сложной. Нам приходится с вами сейчас многозадачно что-то придумывать, что-то решать. Потому что у нас проблемы большие с пищей, проблемы с жильем, купола перенаселены. Мы с этим сделать, к сожалению, не можем ничего, кроме как добавить еще один купол здесь и, собственно, его развивать в виде жилья и всякой остальной хрени, которой у нас еще с вами нет. Также мы с вами начали строить мега-купол, уже проложили базовую инфраструктуру, которую в следующей серии однозначно достроим вместе с самим, конечно же, куполом. Это очень круто, я вас с этим поздравляю. Конечно же, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, если все понравилось. И с вами я прощаюсь. Увидимся в следующей серии. До новых встреч и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok